Ом намо Бхагавате Васудебая Ом намо Бхагавате Васудебая Ом намо Бхагавате Васудебая Мы сегодня продолжаем обсуждать Шимад Бхагавадгиту, глава третья, называется «Карма-йога». Сегодня мы дошли до 21 стиха, очень стих интересный. Сейчас мы, я на всякий случай тоже запущу в Zoom, тоже запись тогда. Я предлагаю сегодня не столько, чтобы говорил я, больше говорили мы все вместе, обсуждали этот стих. Наш стих очень интересный. Итак, прочтём санскрит, потом пословный перевод, комментарий и обсудим. Субтитры создавал DimaTor. Субтитры создавал DimaTor. Субтитры создавал DimaTor. Продолжение следует... Здесь примечательно то, что локах, локах мы знаем, это переводится как мир, планета, какая-то локация, земля и даже тело человека считается локой. Поэтому здесь можно говорить, когда говорится про пример, про манам, пример, который подаётся миру, то фактически начиная от каждого человека, то есть пример каждому человеку и кончая вселенной. Да, вселенной. Потому что лока, вселенная, это одно из переводов, тоже лока. Потому что вселенная, она как бы тоже локализованная. Итак, перевод и комментарий о божественной милости. Что бы ни делал великий человек, обыкновенные люди следуют его примеру. И какие бы нормы ни устанавливал он своим поведением, их придерживается весь мир. Что бы ни делал великий человек, обыкновенные люди следуют его примеру. И какие бы нормы ни устанавливал он своим поведением, их придерживается весь мир. Обыкновенным людям... Комментарий. Обыкновенным людям всегда нужен лидер, который учил бы их собственным примером. Тому, кто сам курит, не удастся отучить от этой привычки других. Если помните, вчера мы обсуждали как раз историю с мудрецом, который не мог отучить ребёнка есть сладкое до тех пор, пока сам не избавился от привязанности к сладкому. Господь Читаник говорил, что прежде чем кого-либо учить, необходимо самому стать образцом для подражания. Того, кто учит, таким образом называют ачарьей. Вчера мы разбирали, кто такие ачарьи. Или идеальным учителем. Человек, который берётся учить других, должен следовать предписаниям шастр, священных писаний. Он не имеет права устанавливать собственные правила, противоречащие указаниям писаний, таких как ману самхита, которые являются сводами законов для всего человечества. Поэтому наставления лидеров общества должны основываться на предписаниях шастр. Ну, немного, да, таким может показаться утопичным. Представляете, если наши президенты всех стран, они будут жить по шастрам, что это произойдёт. Ну, да, царица благоденствия, мира, процветания, по сути дела. Человек, стремящийся к совершенству, обязан следовать правилам, которые следовали великие наставники. В Шримадбхагаватам тоже сказано, что каждый должен идти по стопам великих преданных. Только так можно достичь духовного совершенства. Царь или глава государства, отец и школьный учитель являются наставниками по самому своему положению. На каждом из них лежит огромная ответственность за судьбу своих подопечных. Поэтому они должны хорошо знать основные священные писания, в которых изложены законы нравственности и духовной жизни. Но сколько сейчас родителей, они в совершенстве владеют, или учителей имеются в виду не духовных, а школьных учителей. Здесь как раз Шилпрупада говорит, школьный учитель, царь, глава государства, отец и школьный учитель. Они должны в совершенстве знать шастры. Но сколько сейчас учителей школьных, родителей, отцов и президентов стран вообще знают шастру. Утопичность некая. Поэтому восстановление Дайви Варнашемы это очень большое дело, которое, собственно говоря, в ближайшие, наверное, 100 лет будет точно осуществлено. И у нас когда расцветет золотой век уже, без этого никак. Итак, сейчас обсудим очень интересный такой дискуссионный, дискуссионная тема. Поговорим об этом. Но сначала прочтем благоприятные мантры. О Макьяна Цимиранда Сьягьян Анджана Шалакая Чакшурун Милитамьена Тасмай Шри Гураве Намаха Шри Чайтанья Манобиштам Стапитамьена Бутале Сваям Рупам Кадам Ахьян Дадатисва Падантикам Ванча Калпата Рупьяшча Крипасинду Бхявача Патитанам Паванепья Ваишнавебья Намонамаха Жай Шри Кришна Чайтанья Прабунитянанда Шри Адвайта Гададхара Шива Садигур Бхакта Вринда Харе Кришна Харе Кришна Кришна Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Нама Ом Вишну Падая Кришна Прештая Бутале Шримати Бхакти Веданта Свами Нити Намине Намасте Сарасвати Деве Гауравани Прочарине Нирвишешашунявади Пасчатья Дешатарине Что бы ни делал великий человек Обыкновенные люди следуют его примеру И какие бы нормы не устанавливал он своим поведением Их придерживается весь мир Локах, весь мир Я предлагаю сейчас Во-первых, дать некие дефиниции Или определения тому, кто такой лидер все-таки Меня нормально видно и слышно, скажите, пожалуйста Слышно? Мне тоже слышно и видно Так, сейчас я не пойму, откуда звук идет Так, а еще произнесите что-нибудь Кому? А, вот, все, я включил звук, чтобы шла в трансляцию В трансляцию тоже шло Итак, и видно и слышно меня, да? Потому что я себя вижу немножко таким замедленным и заторможенным Опаздывающим со звуком Но это ладно Надеюсь, догонят, потому что идет трансляция в два места сразу Итак, кто может дать определение Кто такая великая личность? Ну, великая личность или лидер, да? Лидер общества Тот, на кого Каким-то образом равняются Можете дать Кто-то Определение Кто такой лидер? Тот, кто наработал в предыдущих жизнях Ну, какой-то опыт Какая-то опытная душа Сильная, мудрая Так, еще варианты какие есть? Еще есть какие-то варианты? Это сильная личность Человек, который сам выполняет какие-то аскезы Те правила, которым он призывает остальных И он делает Ну, мотивирует других людей Делая то, к чему он призывает Аскетично и без всяких воблажек к себе К другим Кто действует как очария фактически Как собственным примером Здесь Еще надо сказать Что лидер у него есть Почему я задаю этот вопрос? Потому что, например Мы хотим сейчас практически понять Этот стих Как применить в своей жизни Тут говорится Например, Шилпрупада говорит Что по своему определению Уже лидер, например, царь Или лидер государства Отец Учитель Он уже должен знать Писание Должен знать шастру Для того, чтобы Это большая ответственность Говорится, что нельзя стать Нельзя становиться Учителем Отцом Или царем Если ты не готов Даровать Даровать Или довести своих подопечных До освобождения До Брамбуты Вот И поэтому здесь Вот в этом стихе говорится Что бы ни делала великая личность Остальные следуют Ее примеру Какие бы нормы ни устанавливала Весь мир следует им С одной стороны Мы должны следовать за лидерами Мы должны брать пример С лидеров Но вот Чтобы определить Кто такой лидер Я поэтому задаю этот вопрос Здесь как бы два момента Первое Если мы Хотим Устанавливать какие-то нормы Менять мир Распространять духовное знание Мы должны стать лидерами Но Для того, чтобы стать лидером Нужно понять кто такой лидер И дать определенные дефиниции И второй аспект Почему нам нужно знать Кто такой лидер Например Если мы неправильно Определим лидера Неправильно То наш путь пойдет не туда К примеру Нам покажется Что великой личностью является Майкл Джексон И мы начнем Во всем следовать Его примеру Подражать ему Его законам И так далее Понимаете Или мы считаем Что великой личностью Является Билл Клинтон Или Владимир Путин Или еще кто-то В зависимости от того Кого мы принимаем Для себя Кумиром Или великой личностью Это будет означать Что эти повадки Манеры Принципы жизни Качества Мы будем копировать Мы И если вдруг Этот лидер Идет не туда Лид Лидер Это лидер Тот кто ведет Лид От слова лид английского Лид вести Вот тот кто ведет Если вдруг этот лидер Окажется не лидером А слепцом То ведя других слепых Он неминуемо Как говорит Шилбрупада Угодит В яму Или еще Преданный шутит К яме То есть к яме К ямараджа Богу смерти Вот поэтому Если слепой ведет слепых Они непременно угодят в яму Поэтому мы должны Определить точно Кто такой лидер И дальше Желая стать Самим лидерами Мы должны Вот Понять эти критерии Итак У лидера Классическое определение Есть Специалисты по лидерству Они говорят Что это та личность Который А Который Готов Или Проявляет инициативу И берет на себя ответственность Вот эти два Два Лидерских качества Они Говорят А человек Если вы видите Кто Тот кто Берет на себя ответственность Проявляет инициативу Это лидер Поэтому Когда Например Будучи отцом Мы воспитываем детей Мы должны быть Очень аккуратны К Инициативе детей Когда они проявляют Свою инициативу Даже если она Немножко деструктивна Мы Должны Это поощрять Всячески И не просто Поощрять Но еще И Как сказать Не Не бить по рукам Это первый момент Таким образом Человек Начинает обретать Лидерские качества Становится Лидером со временем И второй Второй момент Это если Ребенок Берет на себя Вернее Нужно учить Ребенка Брать на себя ответственность То есть Инициатива Проявляется Замечательно Но Ребенок Должен Понимать Уже с малых лет Он должен понимать И брать на себя Ответственность Учиться Брать на себя Ответственность Вот Поэтому Собственно говоря Очень важно Вот эти два Два качества А Развивать в себе Развивать в своих Подопечных И развивать Вернее Четко Видя Что Этими Качественными Кто-то Обладает Выбрать Себе Лидера Но Здесь Вот Давайте Разберем Такой Момент Если Лидер То есть Достаточно Ли этого Что он Проявляет Инициативу Как бы Берет на себя Ответственность Достаточно Ли этого Говорит Асправу Как вы считаете Достаточно Ли этого Что Вот Есть Лидер Мы видим Человек Берет на себя Ответственность И готов Ну и Проявляет Инициативу Фонтаном Просто из него Плещет Вот эта Инициатива Можем Мы уже Как бы Вот Закрыв глаза Следовать За этим Человеком Денис А в чем Ответственность Он проявляет За результат Ответственность За результат И ответственность За тех Кого ведет За собой Вот в этом Ответственность То есть Он готов Отвечать За ошибки Если Это не Ну как бы Что-то Не произойдет Ну например Он проявил Инициативу Идет Бабах Не туда Сейчас Изобрели вакцину Бабах Что-то не то Случилось Или там Что-то раз Сказали Вот так Бабах А что-то не так Какая-то ошибка И вот Лидер Он готов Отвечать За эту ошибку Готов Предусматривать Все ошибки Ну то есть Готов брать На себя Ответственность Не просто Проявить инициативу И сказать Ну все Давайте Воплощайте Но он готов Сам включиться И начать Это делать То что Как бы Предложил Собственно говоря Денис Как вы считаете Ну то есть Вот такой Свободный разговор Сейчас Просто Рассуждение Я просто Как бы Селетировать Буду Я понял Ну я просто Сейчас подумал Смотря в какой Сфере Если это Какая-то Материальная Сфера Какая-то Просто там Фирма Фабрика Это одно А если Это Духовная Ну допустим Вот То есть Человек должен быть Значит духовно Ориентированным Слугой Бога Будь прежде всего То есть У него Самого Должны быть Какие-то Ориентиры И он Как проводник Ну Бога Допустим Улучшает Этот мир Если это Духовный лидер Если это Какое-то Предприятие Ну значит Он улучшает Это предприятие Согласно Его Политике Ну то есть Вы считаете Что в принципе Если человек Обладает Этими двумя Качествами За ним Можно Смело Идти Как бы Ну ориентироваться На него И вот Ну как бы Подражать ему Здесь говорится Что это Факт Природа Человека Такая Что мы Будем Все равно Подражать Мы будем Следовать Тем нормам Которые Он устанавливает Посмотрите Весь мир Мир кумиров Там и так далее Ведь Последователи Тех или иных Кумиров Они Почти как Две капли Похожи на Тихо Они делают Все то Что делают Другие Вернее Их лидеры Они делают То что им Говорит лидер И тогда Это Очень важный Момент Поэтому Получается Что Как в песне Да Если говорить Вот этот Трофима Он поет Какой народ Такие бояре Да И получается Что И одно Правда И другое Правда Какой народ Такие бояре И какие бояре Такой народ То есть Какие лидеры Такой 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 Народ То есть Другими словами Все что мы Можем Сделать Мы можем Мы не сможем Перескочить Вот эту Природу Следовать За лидерами И подражать Им Подражать Но мы Можем Научиться Правильно Выбирать Лидеров Вот Вот что Самое Важное Правильно Выбрать Лидеров Отсюда Возникает Вопрос Дам Я вижу Проявляет Инициативу Я вижу, проявляет инициативу, берёт ответственность на себя. Но является ли это достаточным, чтобы я его выбрал? Потому что если я его выберу неправильно, я стану тем, кем стал он в результате. И не факт, что это верный путь. Вы сказали про духовный путь. Здесь, ну конечно, здесь более-менее всё понятно, но тем не менее. Духовность, она настолько широкая. Если я выбираю своим наставником или лидером духовную личность, но Майвади, который следует пути нервишей Шишуни-Вады, имперсонализма и Майвады, даже самой страшной Майвады, объявляя себя Богом. Вопрос в этом, это же духовный путь. Да, это школа Шакти-Паринама-Вада. Ой, простите, это школа Майвада или Брахма-Вада, неважно. Но кем я, какой цель я достигаю, к какой цели я приду в результате. Вот в чём разговор. Или же, если, допустим, я выбираю себе лидера, ну как начальника, да, начальника на работе. Да, то есть я смотрю, я вижу. И если я выбираю лидера, но лидер, ну как бы обладает не совсем хорошими качествами, хотя он лидер, он руководитель, то естественным образом мне придётся либо подчиняться, либо подстраиваться, либо вот как бы быть таким похожим на него. Поэтому ключевой вопрос или ключевой навык, наш навык в связи с этим, здесь это вот то, что говорит Кришна неоспоримо. Он говорит, что бы ни делал великий человек, обыкновенные люди следуют его примеру. Вопрос, кого мы считаем великим человеком. Вот, вот в чём вопрос. Ачаряти, ачарати, да, ачарати, яд-яд, ачарати. Шрештхах, его называют здесь на санскрите шрештхах. Вот кого мы примем своим шрештхах, да, шрештхой, такой цели мы и достигнем, вот в чём дело. И вот вопрос возникает тогда, как правильно выбрать лидера, будь то наставник, тренер. Ну хорошо, отцов не выбирают, президентов, ну, президентов выбирают, кстати, да, хотел сказать, что не выбирают. Ну, по сути дела, можно сказать, что и не выбирают, да, но мы можем выбирать царя, да, то есть царя не выбирают, конечно, но президента выбирают, раз. То есть мы можем на это повлиять каким-то образом. Значит, мы должны знать, какими качествами должен обладать президент, помимо того, что он берёт на себя инициативу, готов брать ответственность. Второе, мы можем выбирать учителя в принципе, в принципе мы можем выбирать школьного учителя, постольку-поскольку, и духовного учителя, в том числе лидера. И третье, отца с точки зрения эзотерической тоже можем выбрать, но с точки зрения фактической уже как бы да, не выбираем. Так вот, что ещё тогда необходимо, давайте обсудим, друзья, что ещё необходимо для того, чтобы нам правильный выбор сделать. Я намекну на гуны материальной природы, на три гуны материальной природы. Лидеры, они также бывают в трёх гунах материальной природы. То есть, лидерство, если лидер находится в невежестве, то получится так, что слепой будет вести слепых. Это вот лидерство в гуне невежества, слепые ведут слепых. Если лидер в гуне страсти, то он непременно будет искать выгоды и, соответственно, будет эксплуатировать своих последователей. То есть, нужно быть готовым, что нас будет эксплуатировать такой лидер. Это гуна страсти. И если лидер в гуне благости, вот тогда уже ближе. Это тогда уже ближе. То есть, если мы говорим об этом, то лидер в гуне благости – это лучший вариант для материальной деятельности. Для работы, для… Он не пьёт, он заботится о подчинённых, условно говоря. Он обладает каким-то знанием тоже, безусловно. Единственное, с чем мы можем столкнуться – это с проявлением гордости и пренебрежения в каких-то вещах своими подопечными. Потому что неизбежные последствия гуны благости – это гордость. Гордость своими собой, своим знанием, своими достоинствами, своим каким-то. Но мы должны, если мы говорим, что мы стоим на путь духовный, то здесь мы должны ещё дальше идти. То есть, мы должны выбрать лидера или ачарью, как здесь говорится. Ачарати Шрештхах, который не только готов брать ответственность за своих подчинённых и проявляет инициативу, а который обладает трансцендентным знанием и находится на уровне Брама Буты, как минимум, на уровне Брама Буты. То есть, в идеале, этот человек, даже если ещё он не находится на уровне Брама Буты, то, по крайней мере, он обладает трансцендентным знанием, которое к нему… И он должен также находиться в цепи ученической преемственности, которая ведёт от самого Бога. Вот как бы вот этот интересный момент. Что же происходит сейчас? Посмотрите, что сейчас мир, он медленно сходит с ума, и лидеры государств совершают ошибки за ошибкой, ошибкой за ошибкой. То есть, по сути дела, знаний о том, как управлять государством, нет. Знаний о том, как управлять детьми в школах, нет. Знаний о том, как расти детей, нет. И что происходит? Происходит то, что рождается варна санкара, нежелательное потомство. Сегодня я прям слушал лекцию Шилпрупады, и я записал даже на этом радио, записал. Он говорит, что войны и эпидемии происходят в результате варна санкары. Когда варна санкар достигает огромных размеров, за 50 лет, вот представьте, за 50 лет моей жизни, население Земли увеличилось ровно в два раза. Когда я родился, население Земли составляло 50, простите, 3,5 миллиарда. 3,5 миллиарда человек. Когда сейчас, оно составляет 7 миллиардов 700 миллионов с лишним тысяч. И вот эта пандемия, это следствие того, что Земля хочет сбросить бремя, бремя с себя, вот этой варна санкары. То есть непонятно, зачем рожденных детей. Рожденных вне смысла, рожденных вне любви, рожденных вне какого-то понимания и планирования семьи, случайных детей. На русском языке, на грубом русском языке таких детей называют ублюдки. Это вот, ну как бы ругательное слово уже стало. Но это, если вы посмотрите в толковом словаре Ожегова, ублюдок это ребенок, рожденный либо вне брака, либо как бы нежеланный, да, вот этот ублюдок, вне брака, рожденный вне брака. И сейчас неважно брак, не брак, то есть сейчас дети или вот эти души, которые приходят в этот мир, три с половиной миллиарда, понимаете, в два раза увеличилось. Это варна санкара. И однозначно, что вот эта варна санкара, она будет тяжелым обременением ложиться на плечи Земли. То, что сейчас начинается, это еще цветочки. Это цветочки, пандемия. Смотрите, Китай, уже вторая волна пошла. Вторая волна. Вторая волна будет везде, и в Америке, и в России, и во всех остальных странах будет вторая волна. Скосит очень много людей. Ачарьи говорят, что до половины населения Земли. Скосит просто. Мелкие последствия тех, что сейчас будут страдать обычные люди от того, что иммигранты по всему миру, иммигранты из небогатых стран, которые приехали на заработки, это первая категория, не только в России, по всему миру, по всей Европе, они лишились сейчас заработка. И что они будут делать для того, чтобы выжить? Они будут убивать, грабить, кучковаться в стаи. И такие прецеденты уже есть даже в России, даже в Московской области. Уже пошла волна. Я недавно приезжал, ехал на такси и спросил меня вот один, так сказать, водитель из ближнего зарубежья. Он сказал, не могли бы вы рассчитаться наличными? Я сказал, ну, карта, я только картой рассчитываюсь, поэтому она привязана. А что, у вас же есть карта, если? Нет, деньги приходят не так сразу, а есть уже нечего. Вот такие сложности. И это следствие того, что люди не могут определить правильно, кто такой лидер. И они выбирают своими лидерами людей неквалифицированных и не следуют, или следуют им, и получается, что слепые ведут слепых. Ну, может быть, кто-то еще? Включайтесь. Включите, во-первых, видео, будет приятно вас видеть, вашу реакцию хотя бы видеть на то, что я говорю. И какую-то обратную связь получать от вас, если вы включите микрофон, тоже будет интересно. Я как бы для затравки сейчас дал эту тему, потому что эта тема очень-очень прикладная. Итак, это закон, что все следуют во всем, следуют примеру великих людей. Вопрос в том, кто считается великим. Кто считается великим. Денис, если у вас трафик, к вам это не относится, вы можете выключить камеру. А вот остальные я хочу просто, так сказать, понять. Ну, у кого трафик, ладно. Да, я буду включать периодически. А, хорошо, окей. Вот. Есть ли какие-то вопросы, потому что мы течем дальше, но мне важно ориентироваться также на тех, кто присутствует здесь лично. Вот. Вот по поводу того, что я сказал. То есть, если мы говорим сейчас о прикладном аспекте этого стиха, он заключается в том, что мы должны научиться определять, кто является лидером и следовать за ним. Вот это очень важный момент. В противном случае, в панике, да, когда паника на корабле, кто первый крикнет за мной, туда все и побегут. Вот что и происходит во времена всеобщей депрессии или всеобщей неразберихи, непонимания того, как делать. Количество выстроенных больниц, инфекционных, да, корпусов никоим образом не повлияет на результат этой пандемии. Никоим образом. Потому что, как говорил Кришна на Курукшетре, Арджуне, объясняя, он показал им, они все уже мертвы. Они все уже мертвы. Это лишь время отделяет нас от этого. А ты можешь быть инструментом в моих руках, а можешь не быть инструментом в моих руках. Но они уже все мертвы. Поэтому ты никого не убьешь. Таким образом, здесь, следуя за лидером, мы должны выбрать лидера достойного на основе понимания им духовных истин. На основе понимания им таких ответов на такие вопросы, как кто такой человек, кто такой человек, что это за живое существо такое. Какие взаимоотношения у человека с высшим живым существом, с этой материальной вселенной. Это тоже он должен знать. Это наука самбанга таттва. Также этот человек, он должен, вернее, этот лидер, он должен понимать, в чем цель или смысл человеческой жизни. Если он не понимает, он не может являться лидером. И обязательно лидер указывает путь. Как мы говорили, лид – это тот, кто ведет. Лидер – тот, кто ведет. Он должен знать путь, истинный путь, как достичь эту цель. То есть он должен знать и давать своим подопечным путь и средства достижения этой цели. Он должен дать ощутимую цель, что есть конечной целью является. И он должен ответить на такие вопросы, как кто я, где я и что делать. Вот такое определение лидера. И вот именно таких лидеров, Шрил Пропада, говорит, называют Ачари. Ачари – тот, кто обучает своим примером. Такими лидерами вчера мы обсуждали. Был сам Бхактиданда Свами Пропада, был Бхактиданда Сарасвадита Кур, Шричитани Махапрабу, Иисус Христос, Пророк Магомед. То есть вот такими лидерами, слава о которых не меркнет и не померкнет, чем дальше, тем больше. Потому что если лидер не истинный, можно легко определить, как понять, лидер истинный или не истинный. Легко определить. Поблизити. Поблизити его. Если его поблизити положительное, то есть его имидж или мнение о нем в обществе положительное, оно продолжительное и не вложено ни копейки в него, то можно сказать, что это настоящий лидер. То есть единственным источником распространения славы о нем является народная молва или сарфанное радио. Вот, например, в те времена, 500 лет назад, не было никаких ни газет, ни радио, ни спутников, ни зумов, ни в социальных сетей. Но каким-то образом информация о Господе Чайтане и там, где он передвигался по каким-то селениям в паломничестве, она распространялась очень быстро, непонятным образом. Огромное количество, как их называют, зевак собиралось для того, чтобы увидеть его, услышать его киртан, взять земли с пыли, с того места, где проходил он. И это не шутки. Собиралось по историческим хроникам, собиралось до миллиона человек, которые хотели увидеть его. Индийские деревни, они очень большие. Сметали целые поля, затаптывали. Берега рек обваливались, когда индийцы благочестивые перебирались с того берега на другой. Лодки тонули просто. А с изгороди оград, то есть одна современница, Шичайтане Махапрабо, она описывает это в письме своему мужу. Сохранилось это письмо, оно даже опубликовано, и даже инсценировано, записано. Там говорится о том, что после того, как господь Шичайтане Махапрабо проходил в какой-то деревне, и вот эти, не последователи, а вот именно зеваки, которые хотели увидеть Бога воплоти, они просто сносили, все как после военных действий каких-то происходило все это. Рисовые поля вытоптаны напрочь были уже, ничего там не могло расти. Каким-то образом это? Мы знаем все таких святых, как Серафим Саровский, Сергий Радонежский. Слава Иисуса Христа, смотрите, она с каждым днем растет. Растет, так же будет расти слава Шилбрупады. Шилбрупады. Уже сейчас его честь называют улицы в Индии, пока еще только в Индии и так далее. То есть, вот тогда мы сможем увидеть, что если в этот так называемый, вот это поблизить или известность, известность не вложена ни копейки, и если она с положительной коннотацией, и она на протяжении веков существует, это истинные лидеры, истинные ачарьи. Тем, кто присоединился позже, небольшой анонс сделаю, может быть, те, кто еще смотрит сейчас трансляцию. Сегодня в 19.00 будет удивительное событие. Вот и в этом Zoom, и на этих же ресурсах пройдет трансляция фильма, очень интересного фильма, фестивального фильма, как раз об ачаре, об этом движении, которое чуть за середину 60-х годах прошлого столетия начал Бактинанда Саимбропада, приехав в Америку. Удивительный фильм, там его ученики, его последователи, и даже не ученики, а просто кто каким-то образом был знаком с ним, знал его. Они описывают историю, описывается история, она в очень художественном стиле выдержана, с хорошими эффектами, там много архивных видеозаписей, это поразительное впечатление производит. Этот фильм я усмотрел два или три раза, он шел в кинотеатрах, в том числе в московских кинотеатрах. Этот фильм до сегодняшнего дня распространялся только за оплату всегда, но вот автор фильма, ученик как раз Бактинанда Саимбропады сейчас сделал многоголосый русскоязычный перевод, очень качественный, студийный, и ссылка на этот фильм будет открыта до завтрашнего числа, до 19.00. Сегодня мы устраиваем такую глобальную трансляцию, сегодня мы будем показывать этот фильм, 19.00, так что после лекции можете оставаться с нами. Он идет где-то час небольшим, час 20, час 30, и поэтому не пропустите эту возможность. Итак, ну давайте обсудим, может быть какие-то вопросы, дополнения, впечатления, обратная связь какая-то. Ну вот по поводу лидера у меня возникли такие мысли, что необходимо поднимать образование в самих народах, чтобы, ну, среди людей, чтобы они понимали, какого лидера выбирать, вот, чтобы они, ну, что у них тоже был вот этот вот, ну, выбор, вот как сейчас даже в связи с этой пандемией, допустим, вот на Владикавказе, я видел, как люди выходили, выражали свою волю, и это, конечно, совсем не как у нас. У нас, как бы, в этом плане попроще. Там вот они более, ну, активные, вот. То есть надо быть более активным, получается, ну, вообще, любому гражданину быть. И плюс еще необходимо именно образование. То есть помимо того, что какими-то знаниями должен обладать лидер, точно так же и люди должны, ну, тоже обладать этими знаниями, и опять же все упирается в учителей. То есть, как бы, учителя тоже должны вот эту информацию давать людям. Я сейчас, я прошу прощения, я буквально сейчас, вот пришло сообщение, Александр Хакимов, он согласился сделать вступительное слово в записи к просмотру фильма. Я сейчас, поскольку остается 10 минут до начала трансляции, там в Казахстане 3 часа разница, я прям буквально на секунду выключу звук, сделаю даже не звонок, а вот сообщение передам. И вернусь к вам, отвечу на ваш вопрос, ну, или не вопрос, а на ваше дополнение, тоже прям секундочку буквально. Да, я прошу прощения, я опять с вами, я боюсь, что, может быть, там подать, может, не совсем поняли, потому что трансляция будет сегодня, а там сейчас уже время в Казахстане 20.00 почти, 22.00 почти, да, возможно. Ну, посмотрим, хорошо. Это было бы здорово, если бы Александр Хакимов дал какое-то вступительное слово перед этим просмотром. Итак, Денис, смотрите, вы правильно очень сказали, здесь помимо вот этой гражданской позиции, да, еще вот есть гражданская позиция первая, когда мы активны, не пассивны, но также вот эта позиция, как мы и говорили, она может находиться в трех гуннах материальной природы, в невежестве, в страсти и в благости. И это лучший вариант, и здорово, если люди, которые проявляют эту гражданскую позицию, находятся хотя бы в гуне благости. Но, как правило, как правило, руководя такими людьми, люди, находящиеся, то есть это делают люди невежественные под манипуляцией или таким социальным программированием людей, находящихся в гуне страсти, да, у которых есть какая-то выгода. Сейчас много-много всяких разных, смотрите, вещей идет, провоцирует какие-то вещи, говорят, что ковид вообще не существует, что это все, там, подвод к 5G, к чипизации, что все это, так сказать, понятно, откуда дует и так далее, масоны, все, вот такие вещи есть. И люди какие-то ведутся на это, земля плоская или еще что-то. Для того, чтобы не быть о дурачном, как раз речь, или чтобы проявить свою гражданскую позицию, чтобы понять, в чем заключается вот эта гражданская позиция, нужно действительно обладать знанием, не просто знанием, трансцендентным знанием. Образование как таковое, и вот просто образование, да, это то, что мы получаем в средней школе и так далее. Материальное образование, оно не сможет помочь нам определить цель своей жизни, потому что без цели жизни мы не сможем понять, как проявляться, как должна проявиться моя гражданская позиция, в чем она должна проявиться. Вот это очень важный момент. Поэтому нужно духовное образование. Духовное образование начинается с одной вещи, когда человек осознает, что я не есть это тело, ахамбрахмасмин, что я вечная душа. Потому что нас в школе не учили этому. Где находится личность, где? Нас учили то, что сознание происходит из химических элементов. Но почему ученые до сих пор не могут запустить тогда это сознание из простой кучки химических элементов? У нас, у человека, несложный состав, у тела, несложный химический состав, понимаете, очень несложный. Кислород, углерод, еще чуть-чуть чего-то там и все. Поэтому, пожалуйста, сделайте так, чтобы это стало сознанием, чтобы мертвое тело стало опять сознанием. Сознание и тело существуют отдельно. Если вы попробуете определить, где я нахожусь в этом теле, как вы говорили, да, трудно понять будет, невозможно понять. И вот этого знания нам не дают. Нет колледжей, говорил Шилл Павпады, ни одного колледжа в мире нет, который бы обучал душу, что такое душа. Вот вопрос в чем. Поэтому здесь недостаточно образования, нужно знания. А для того, чтобы получить это знание, нужно правильно выбрать учителя, духовного учителя, то есть, который бы нам передал это трансцендентное знание. И вчера мы говорили, что не только этот аспект еще, но и мы говорили, что парит прашне на сей вая, то есть, мы не должны просто задавать вопросы с вызовом, так, очень модно будешь моим учителем. Нет, мы должны еще очень смиренно задавать вопросы, парит прашна, и служить, с великим почтением, служить духовному учителю, для того, чтобы он открыл нам эту тайну. Вот, таким образом. еще. Лилия, вы с нами? Может быть, зададите вопрос какой-то? Денис, а вы нормально вошли? У вас там, кроме пароля, ничего не спрашивали? Потому что там я сделал еще аутентификацию. Все в порядке, но сегодня прерывалось, пришлось перезапускать. то есть у меня пару раз сегодня прерывалось. Хорошо. Так. По поводу, раз там никто не говорит, еще скажу, вот этого образования, я считаю, что на преданных лежит вот эта ответственность за то, чтобы нести вот эти знания людям, чтобы они лучше вот это все узнавали и начинали немножечко как бы от этой спячки немножечко как-то очухиваться. Ну вот, то есть это понятно, что за раз этого не добиться, но нужно делать вот именно по мере силы возможностей. То есть вот это вносить вот эти знания в народы. То есть устраивать по-разному там и лекции, вот даже вот эти вот ваши лекции, они, ну как бы на меня, по крайней мере, очень сильное воздействие оказали, я так-то, ну, особо не впечатлительный человек, вот, но я чувствую, что идет вот эта энергия от вас, которая растворяет неведение вот этого. То есть приходит понимание, само вот это знание, понимание начинает приходить. Вот, и поэтому надо просто больше вот такого, чтобы происходило, и тогда люди будут по осознаннее, немножко получше. И тогда будет, возможно, потом приведется это как-то к тому, что в этой информационной борьбе, потому что есть и другие силы, которые тоже этим занимаются, вот, чтобы как-то, ну, хотя бы баланс какой-то поддерживать, если получится, может быть, даже как-то перевесить в сторону именно хорошего, и чтобы люди пришли к тому, чтобы наконец-то и лидеров нормально вставили. Вот, но я не знаю, ну, как вот, может быть, это уже немножко утопия, но вот как-то вот так я подумал. Нет-нет, вы очень-очень правильную вещь сказали. Если мы выбрали своим лидером Шичи Итани Махапрабу, то мы должны следовать его приказу, а его приказ достаточно четкий, Шипрупада постоянно его повторял. Яру дэки таракаха кришна вупадэйша. Амара джнайя гуру хана тарадэйша. Он говорит, всем, кого бы ты не увидел, ты должен давать это трансцендентное знание. Всем. Всем, кого только увидишь. То есть, это сложно представить, но вот таков приказ. Что каждому, кому мы увидим, мы должны отдавать это знание. В противном случае говорится, что мы совершаем грех вихимсы. Вихимсы – это ужасное насилие. Если мы уподобляемся тому, например, пожарнику, если он должен спасать от пожара, но он прячется и не гасит пожара, а просто где-то спрятался и так далее. Или тому врачу, который дал клятву Гиппократа, но где-то идет без формы, его никто не узнает, и человек умирает, он проходит мимо. Или полицейский, который видит, что совершается грабеж, насилие, преступление закона какое-то, но он проходит мимо. Вот точно так же преданный, который не дает это знание, не распространяет это знание. Первая цель Международное общество сознания Кришна, который организовал Бхактинан, с вами Павлупада, как раз систематичное распространение трансцендентного знания, утраченного. Почему? Потому что из-за отсутствия этого знания, говорится, утратился баланс между материальной и духовной жизнью, утратился баланс в обществе. Вспышки, конфликты, эпидемии по любому поводу могут происходить. Вот это вот знание о том, что Бог, он Сарва Локом Макешваром, он обладатель всего, всего в этом мире. И он друг. Вот эти две вещи, что он обладатель всего, и с другой стороны он друг. И то, что выделено человеку, государству, в его пользу, он должен собственно говоря пользоваться тем, что ему выделено в распоряжении. Поэтому абсолютно точно это знание нужно распространять. И в противном случае мы становимся крипанами. Крипан это тот, кто имеет богатство и не раздает его. Но мы должны быть браманами, мудрецами, которые имеют богатство и тут же раздают его. Но спасибо, тогда давайте у нас несколько минут, чтобы подготовиться к трансляции. Ответственное дело, попробуем это сделать. Сейчас через, сейчас я выйду из, зума, потом можно будет еще раз зайти и собственно говоря, ну и вы можете оставаться, а я сейчас пока прекращу трансляцию и подготовлю новую, а вы можете оставаться собственно говоря здесь, если будете смотреть. Вот посмотрим, посмотрим заодно, многие ли придут в этот кинозал, посмотрим, эксперимент. Хорошо. Ладно, всего доброго, я пока с вами ненадолго прощаюсь. с вами кто смотрит трансляцию, я тоже с вами прощаюсь, но тоже ненадолго, через некоторое время мы начнем трансляцию на других правда ресурсах, ну и здесь в том числе тоже на этом сайте оставайтесь, будет этот замечательный фильм. Всего вам доброго.